Сурков. Сурков это вечное. Понимаете, возвращение Владислава Юрьевича Суркова в правительство. Ну, я ничего не могу сказать на фоне, знаете, гений среди удобрений. Просто уровень правительства, правящих, вот я вижу, насколько он падает. Знаете, вот советские казались не идеалом, но советские управленцы, советские государственные мужи, даже в самого плохого Горбачевского периода, на фоне нынешних российских, это титаны. Я вижу, как они готовили тогда постановление, как готовятся Дворковичи, условно говоря. Я вижу, как тогда думали, умели планировать, как думают вот эта высшая школа экономики, Академия народного хозяйства, государственные службы, ну, где сидят все эти умники, в кавычках, да, так сказать, еврейские умники, там, всякие там МАУ, блин, Инсоры, я не знаю, кто там еще выше школы, Ясинское гнездо. И вот Сурков на фоне вот этого мельчающего, постоянно быдлеющего, правящего класса, он смотрится, ну, чуть ли не как гений. Но гений он действительно только в сравнении. Это говорит о том, что никакой кадровой политики в Российской Федерации нет. Просто вот Путин захочет что-то изменить, а где он кадры возьмет? Он же 12 лет этим не занимался. Вот хотел бы, например, Сталин что-то поменять. У него были там, или какой-нибудь советский руководитель, у него были кадры, которые выдавались на местах, они подняли территорию, они построили заводы успешно, запустили технологии, стали начальниками цехов, стали начальниками, например, новые двигатели или реактивные. Ну, это как Академик Каблов стал директором ВИАМА, Института авиационных материалов. Молодым инженером сделал технологию о создании лопаток сверхпрочных, потом возглавил цех, там внедрил и пошел, 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 пошел. А кого брать Путин? По степени лизания кому-то из задницы, начальство, по степени эффективности от пилов и откатов. Вот и получается, что он все время одних и тех же людей. Сурков завтра возглавляет отношения с Абхазией и Южной Осетией. Ну, наверное, завтра он океанографию будет, океанологию возглавлять или материологию, потому что людей у него нет. А успешных людей, которые в Российской Федерации есть, их никто не видит, их никто не замечает. Ну, есть же люди, вон, Интерскол, компания поднялась на мировой уровень. Руссельмаш подняли из руин. Комбайны, простите, выигрывают соревнования. Савченко в Белгороде, мясной кластер устроил. Пять раз нарастил, поскольку Советским Союзом производство мяса в области, ставят еще там переработки, биоперерабатывающие предприятия, отходы. Кто это замечает? Если посмотреть телевизор, у нас Путин, Медведев, Сурков, Дворкович, Кудрик. Так что возвращение Суркова, это, скажем так, это признак глубочайшей болезни и признак того, что система конечна.